Здравствуйте, дорогая рукодельница! Меня зовут Черомова Марина и я вам предлагаю мастер-класс по созданию символа 2015 года вот такой вот милой овечки в стиле Тильда. Шить ее совсем несложно и не занимает так много времени, но потратив совсем чуть-чуть времени и немножко материалов, вы можете создать классный подарок на Новый год для своих друзей и также вот такой символ года поселить у себя в доме. Давайте приступим к шитью. Для того, чтобы шить овечку, нам понадобится выкройка, которую нужно распечатать в формате А4. Выкройка состоит из двух деталей. Это выкройка туловища и выкройка ушек. Также нам понадобится два отреза ткани, совсем немного, отрез на туловище и на внутреннюю сторону ушек. Ткани нам предоставил наш спонсор интернет-магазин «Хлопковые истории». Выкройку мы будем переносить на ткань с помощью исчезающего маркера по ткани. Также нам понадобятся пуговки, четыре штучки. Украшать мы нашу овечку будем лентами или можно использовать другую атрибутику в новогодней тематике. И также будем ставить глазки акриловым контуром по ткани. Можно использовать какие-нибудь бусинки или полубусинки, которые используются в скраббукинге. И набивать игрушку будем синтетическим наполнителем синтепухом. Также нам понадобится палочка для суши и ножницы. Ножницы в идеале зигзаг и прямые. Если нет зигзаг, можно работать и прямыми ножницами. Давайте приступим к шитью. И начнем мы шитье овечки с переноса выкройки на ткань. Ткань складываем лицевой стороной друг к другу. Прикладываем выкройку. Накладываем выкройку на ткань и обводим по контуру. Обязательно отмечаю вот эти точки. Это будут вытачки. Отмечаем также отверстия для выворачивания и набивания. Я его отмечу пунктиром. Это первые внутренние точки. И точки отмечаю вытачки с другой стороны. Ну и далее обвожу по контуру. Сначала мы прошьем контур туловища, а потом из остатков ткани, которые у нас останутся, выкроем и сошьем ушки для овечки. Как мы будем шить? Шить будем, начиная от отверстия, которое у нас отмечено для выворачивания и набивания. По контуру обязательно делаем закрепление стежка в начале строчки. Шьем точно по контуру. И заканчиваем с другой стороны отверстия. Тоже делаем закрепление стежка. Контур овечки прошиваем прямой строчкой. То есть мы сначала прошьем, потом будем вырезать. И длину стежка выставляем 2 мм. Не больше. И начинаю шить вперед. И делаю закрепление стежка. Нажимаю кнопку реверса. Шью назад. И дальше следую по контуру. На всех поворотах, чтобы не сбиться с курса шитья, чтобы точно попасть по линии, я дохожу до уголочка. Оставляю иголочку в ткани. Ткань поворачиваю и шью дальше. Дохожу до шеи. Точно так же иголочку оставляю в ткани. Делаю несколько стежков. Лапку поднимаю и ткань поворачиваю в нужном направлении. Тогда мы не собьемся с выбранного курса и у нас ровно аккуратно будут прошиты детальки. Ну и таким образом проезжаю весь контур туловища и в конце, там где у нас отверстие для выворачивания и убывания, тоже делаю закрепление стежка. Сейчас можно раскроить хвостик. Хвостик у овечки у нас будет с двух сторон одинаковой ткани, то есть не как ушки. Поэтому его можно прямо тут нарисовать, пока ткань у нас сложена в два слоя. Тоже обвожу по контуру. Пунктирная линия на выкройке, это означает сгиб ткани. То есть потом ее сошьем и вывернем, подогнем немножко ткань по этому сгибу. Ее можно на выкройке не отмечать. И здесь у нас будет незашитым вот это место. То есть начнем шить отсюда, сделаем закрепление стежка, прошьем по контуру и в конце тоже закрепим стежок. Я прошила хвостик и туловище, сейчас вырежу. У меня останутся обрезки вот этих вот тканей и из них я раскрою ушки. Вырезаю ножницами зигзаг, близко к строчке, которую мы прошили. Если нет ножниц зигзаг, можно на таком же расстоянии вырезать прямыми ножницами, то есть отступая от строчки не более 5 мм. Ножницы зигзаг дают малоосыпаемый срез, что очень удобно в работе. Ну и ими удобно вырезать сложные детали туловища. И потом, когда работаем ножницами зигзаг, у нас швы не стягивают. Если будем работать прямыми ножницами, может возникнуть такое, что при выворачивании швы в некоторых местах просто будут стягивать. Чтобы этого не произошло, прямыми ножницами можно сделать надсечки. Здесь выкройка сложность представляет только в области шеи, поэтому здесь можно сделать надсечку прямыми ножницами перпендикулярно шву, но чтобы шов остался целым. И вот тут сверху тоже можно сделать надсечку. Так, у нас еще хвостик остался. По прямой срезаю низ. И сам конт вырезаем ножницами зигзага. Ну или прямыми ножницами, что у нас там есть. Ниточки лишние обрезаем. Так, деталь пока отложим вырезанной. И сейчас нам нужно раскроить два ушка. Как раз обрезки остались ткани. Мы их и используем. Ушки у нас идут... Внутренняя сторона ушек будет из ткани красного цвета в белый горошек. Разрежу пополам, чтобы два ушка раскрыть. И складываем этот кусочек лицевой стороной к ткани, которая у нас цветная. Вишню можно обрезать. Скалываем два кусочка ткани между собой портновской булавкой. И переносим выкройку. Точно так же, без припусков на швы. Так же переносим как хвостик. И прошивать будем точно так же, как хвостик. То есть, вот этот нижний край оставляем не зашитым, остальное по контуру. И обязательно закрепляем реверсом на швейной машинке. Ну и точно так же выкраиваем второе ушко. Ну вот, я прошила ушки и вырезала их уже. Пока эти детальки откладываем, и нам еще осталось сделать два шва на швейной машинке. И больше можно к ней не возвращаться. Здесь мы с вами, когда выкройку переносили, отмечали выточки. Исчез, исчезла мяточка. То есть, вот эти точки нам нужно отметить на обеих сторонах выкройки. Так, и с этой стороны еще отмечу. Это выточки. И за счет этих выточек, если их правильно сшить, овечка у нас будет стоять самостоятельно. Нужно вот так вот раздвинуть ткань и сложить вот эти вот, чтобы две точки, они у нас соприкоснулись. Точка на боку и точка на внизу туловища. То есть, вот таким образом, чтобы образовались уголки. Скалываем образовавшийся уголочек булавками. И нам нужно сейчас на машинке проложить строчку прямую, вот таким образом, которая будет проходить через эту точку. Вот так вот. То же самое сделаем и с другой стороны. Но сначала я прошью этот уголок. Его мы прошиваем тоже прямой строчкой. И обязательно закрепляем стежок в начале и в конце. И точно такую же операцию нам надо провести на другом уголке. Вот когда вы пришьете эти уголочки, у вас должна получиться такая конструкция. И сейчас уже можно овечку выворачивать. Ворачивать рекомендую с головы начать. Просто вот так вот ткань раздвигаем и мордочку овечки проталкиваем вовнутрь. И выводим к отверстию, которое у нас осталось не зашито. Внизу туловища. Оголочки у нас прячутся внутри игрушки. Проходимся палочкой по швам тоже внутри игрушки, чтобы они у нас разгладились. И контур стал расправленным полностью. Вот что у нас получилось. То есть здесь вот такое донышко. И на нем будет овечка у нас самостоятельно стоять. И через это отверстие мы будем его набивать. Можно вот так сделать в области шеи. Чтобы ткань не стягивала. И теперь еще нам нужно вывернуть три детальки. Это хвостик. Тоже начинаем с кончика. С помощью палочки. И точно так же выворачиваем оба ушка. Ушки у нас комбинированные получились. И точно так же выворачиваем второе ушко. Так, вот наши заготовки для овечки готовы. И сейчас мы будем приступать к набивке. Для набивки использую синтетический наполнитель синтепух. Можно использовать холлофайбер в шариках. Можно использовать листовой синтепон. Если уж вы совсем чего не найдете для набивки. Только листовой синтепон надо будет измельчить. Чтобы он такую же текстуру принял, как синтепух. Еще вариант, если вы не знаете, где купить наполнитель. Но он обычно продается в рукодельных магазинах. В таких мешках фасовкой по 300 грамм. Где-то примерно. Тоже хватает ни на одну игрушку такого мешка. Если у вас нету таких магазинов, то идем в магазин, где продаются подушки. С синтетическим наполнителем. И покупаем подушку. Никакую вату для таких игрушек лучше не использовать. И будем набивать. Начиная с головы. Небольшую порцию наполнителя проталкиваем вовнутрь. И с помощью палочки для суши, вот этим вот квадратным кончиком, начинаем очень-очень плотно утрамбовывать наполнитель мордочки. Мордочка должна быть очень хорошо набита. И хорошо держать форму. Набивка должна быть ровной, упругой и симметричной. Как бы симметричной относительно вот этого серединного шва. Так что постоянно за этим смотрим. Поправляем. Если что-то не так, убавляем. Если много набивки с какой-то одной стороны. Если мало, то добавляем еще. Наполнитель имеет свойство соскальзывать. Чтобы он у нас из мордочки не выскользнул совсем, она не оказалась пустой. Можно использовать следующую хитрость. Берем булавки, которые у нас с шариками на концах. И вот таким образом крест-накрест я втыкаю в голову овечки. С обеих сторон. Тем самым фиксируя наполнитель внутри. И он уже у нас ползать не будет. Иголки втыкаем от себя, чтобы в процессе набивки не пораниться, не уколоть пальцы. И продолжаем дальше набивать. Через отверстие. И хорошо все утрамбовываем. Лечка должна быть плотно-плотно набита. Распределяем равномерно наполнитель внутри. Вот так вот прямо придерживая рукой. И утрамбовываем его там с помощью палочки. Ну и продолжаем набивку туловища. Так как у нас уже основная масса туловища набита, вот иголочки можно убрать. Дополнителю уже сползать особо некуда. Потому что тут туловище не пустота. Теперь можно еще вот поднабить большую шею, чтобы она была ровной и без складочек. Еще раз утрамбовываю все палочкой. Внизу это место освободилось, то есть свободно. Еще добавляю наполнитель. Добавляю наполнитель. Распределяю наполнитель по уголкам этих выточек, которые мы сшили. Вот. И вот это уже набивка у нас достаточно. Каловечка туловища упругая, плотная. Сейчас мы будем зашивать вот это отверстие. И зашивать это отверстие мы будем потайным швом. Узелки всегда прячем внутри игрушки. И нам надо как бы стянуть эти два края ткани. Я взяла нитку в два сложения, потому что она у меня недостаточно прочная, чтобы не порвалась. Если у вас нить прочная, можете ее в одно сложение использовать. И выполняем потайной шов. То есть вот если я стяну, ткань плотно состыковывается. И так продолжаем шить до конца. Ну вот я прошила до конца. Сейчас завязываю узелок. И чтобы ниточка от узелка у нас не торчала, когда мы ее обрежем, я ее прячу в туловище овечки. И обрезаю их под натяжение. И ниточка прячется. Так, туловище овечки у нас готово. Сейчас нам нужно подготовить для пришивания ушки. Ушки складываем, подгибаем на линию подгибки, которая у нас была отмечена на выкройке. То есть там где-то полсантиметра вовнутрь мы загнем. И чтобы у нас подгибка не разворачивалась, можно закрепить ее наметочной строчкой. Вот таким образом по краешку. Закрепили, даже узелок завязывать не буду. И точно так же нам нужно подогнуть второе ушко и хвостик. Подгибаем вовнутрь и сметываем наметочной строчкой. Ну и сейчас мы пришьем хвостик. Все, я подогнула, ушки подогнула, хвостик подогнула. Хвостик у нас будет пришиваться вот так вот. Ну, таким образом. И предварительно его можно между собой, вот эти два золотка, не сшить. Тоже узелочек внутри оставляем. И сшиваем между собой потайной строчкой. Ну вот, я сшила два края. Теперь вот эту ниточку наметочную можно вытернуть, она нам уже не понадобится. И будем пришивать хвостик к туловищу овечки. Для этого складываем так вот пополам этот хвостик и соединяем два уголка между собой. Пара стежков. И теперь хвостик прикладываем к овечке. И можно так вот зафиксировать портновской булавкой. Сейчас нам нужно его пришить. Вот пришивать бы круговую, вот так вот, потайным швом. Ну и пришиваю хвостик потайным швом, чтобы он надежно держался. Вот я пришила хвостик. Сейчас связываю узелок. И опять прячу ниточку от узелка в те овечки. Сейчас будем пришивать к голове ушки. Так, точно так же, как мы хвостик. Складываем ушки пополам. Но сначала тоже предварительно сошьем вот эти два края между собой. Так же, как сшивали хвостик потайным стежком. Вот я сшила. И теперь буду вот так вот уголочки опять сшивать между собой. И сейчас уже ушко можно пришить к голове овечки. Точно так же берем портновскую булавочку и располагаем в нужном положении. Ушко. Прокололу булавочкой. Вот здесь на макушке можно расположить. Таким образом. И опять пришиваю потайным швом, как пришивали хвостик, так же в круговую. Чтобы ушко хорошо зафиксировалось. Так, туда-то у меня булавочку. Можно так зафиксировать. Здесь важно, чтобы стежки были максимально незаметны. Потом я пришиваю ниточкой в одно сложение, чтобы все было аккуратно. И делаю небольшие стежочки. Когда ушко пришито, тоже завязываю узелок. Маленький. И прячу ниточку от узелка туловища овечки. И сейчас на другой стороне, вот здесь вот симметрично пришитому уху пришиваем второе ушко. Ну вот я пришила ушки. И сейчас можно уже оформить мордочку. Носик я буду вышивать ниткой ирис красного цвета. Можно использовать мулине или обычную швейную нитку. Только ее, наверное, придется сложить несколько сложений, чтобы было видно. И прежде чем вышивать носик, мне нужно нанести точечки. То есть, ну вот я нанесу, покажу, как носик вышивается. Потом поймете, в каком месте эти точки нужно наносить. И, то есть, вот четыре точки наношу маркером, который исчезает. И сейчас, чтобы у нас не торчали узелки, я вот прямо через ушко начинаю вышивать, чтобы у нас тут ткань красная и там узелок красный, вот тоже видно не будет внутри ушка. Проталкиваю иголку и ввожу ее в первой точке. Таким образом. Дальше. Иголку во вторую точку. И в самую нижнюю. Одновременно. Так, у меня получилась вот такая петелька. Теперь мне надо в эту петельку просунуть иголку и снова, как бы, войти вот в эту точку, которая осталась у нас не при делах, и вывести иголку, ну, допустим, в другое ушко, чтобы там уже завязать узелок. Так, сейчас покажу, что это получается. Сильно стягивать нитки не надо. Расслаблю чуток. То есть, должна получиться такая, как, штучка, которая будет имитировать носик овечки. Вот. И теперь нужно завязать узелок прямо в самом ушке. Но ниточку сильно не стягиваем, а то у нас тоже мордочка стянется. Нитки должны, как бы, свободно лежать. Вот так вот это у меня выглядит. И теперь опять продеваю через туловище нитку, чтобы спрятать хвостик. Ушки расправляем. Вот узелков у нас никаких не видно. Вот такая мордочка получилась. Сейчас мы берем пуговки. Я подобрала вот эти пуговки. Диаметр у них. Так. Ну, где-то около 2 см. Для этой овечки. И мы их будем пришивать вот сюда. Как бы две спереди и две сзади. Такие будут у нас, как колесики. Датца колесиков. Можно использовать эту же нитку ирис красного цвета. Она достаточно прочная. И как я это буду делать. Так. Прикладываю пуговку. Ну, чтобы она у нас край в край шла вот с этим уголком. Намечаю примерно, где будет иголочка входить. И ввожу на той стороне. На этом же уровне. Вот так вот. Посмотрите, иголку лучше взять по длине, чтобы было удобнее работать. Здесь оставляю хвостик, чтобы из него потом завязать узелок. Надеваю пуговку на нитку. Рядом с вышедшей ниткой втыкаю иголку. И возвращаюсь на другую сторону. Таким образом. Вот у нас пуговка встала хорошо. Теперь фиксирую пуговку с противоположной стороны. Вот. И сделаю еще один тур как бы туда-туда и обратно для надежности. И уже в другую дырку возвращаюсь. Опять на ту же сторону, где у нас хвостик трочит от ниточки. Пуговки... Ой, ниточку чуть-чуть подтяну, чтобы пуговки плотно встали на место. Сильно стягивать не надо. Вот я сейчас так сильно стянула. Чуть-чуть расслабить. У нас просто как... Такой декоративный эффект создает. Овечка и так сама стоит самостоятельно. И завязываю из этих ниточек узелок. Лучше несколько для надежности, чтобы пуговицы не отпали. Узелок у нас будет размещаться под пуговицы. То есть его здесь с лицевой стороны видно не будет. Вот я обвязаю. Вот пуговки. Поправляю. И сейчас с задней стороны точно таким же образом крепим еще две пуговки. Ну вот я пришила пуговки-колесики на нашей овечке. Она даже с ними стала стоять еще более устойчивее. И сейчас сделаю овечки-бант праздничный, новогодний. Буду использовать ленту золотого цвета и красного. Красный у меня чуток поуже золотой. Я их складываю вместе. Делаю вот такую петельку. И формирую бантик. У меня заготовлена литка красного ириса. Тоже будет уместно смотреться. Протыкаю ленту. То есть мне надо сейчас зафиксировать этот бантик, чтобы он не распускался. И вверху протыкаю. Тут завязала хвостик. Ой, оставила хвостик. Наверное, все-таки лучше завязать узелок. Еще этот бантик нужно будет пришить. Теперь обматываю вокруг ниточкой. Бантик складываю пополам. Стягиваю как следует. И с задней стороны тоже под натяжением завязываю узел. Нитка прочная. Хорошо держится. Вот такой бантик у меня получился. Теперь лишнюю ленту я срежу. Ее нужно оплавить зажигалкой, чтобы она не крошилась, не осыпалась. И пришьем на шею. Так, а с какой стороны? Можно, в принципе, пришить вот сюда. Но я немножко сбоку. Вот так вот пришью этот бантик. Буквально парой стежочков зафиксирую. Еще для украшения можно добавить бубенчик вот сюда. Сейчас я здесь завяжу узелок, чтобы закрепить бантик на шее. Бантик расправляю и буду крепить бубенчик. Вот такого плана сюда нужно зафиксировать. Придеваю в петельку. Сейчас сначала выведу нужное место ниточку. Вот он у меня. Там сзади бантика осталось. Ее нужно вывести вот сюда, на серединку. Вывожу на середину бантика ниточку красную. У меня еще тут осталось. Мне хватит пришить бубенчик. И продеваю бубенчик. Уже делаю несколько стежков. Он уже звенит у меня. Бубенчик фиксирую не только к бантику, но и к туловищу. Чтобы было все надежно. И опять под бантиком завязываю узелок, чтобы он не торчал с лицевой стороны. С лицевой тузелка прячу, как обычно, в туловище овечки. Под натяжением обрезаю. Раскрываем бант. Овечка у нас уже нарядная. И осталось нам только оформить ей глазки. Глазки оформляю акриловым контуром по ткани черного цвета. Можно использовать какие-то небольшие полубусины, бусинки. Ну, чтобы они были не очень большого размера. Я буду оформлять просто двумя точечками. Если нет такого акрилового контура, можно использовать обычную акриловую краску. Лучше, конечно, если она будет по ткани. Ну и предварительно мне нужно наметить, где будут находиться глазки. И, чтобы не ошибиться, я вот так вот точку в одном месте ставлю. И прокалываю булавкой на том же уровне. Ну, там проще как бы сориентироваться. Смотрю, что получилось. Вот в этих местах я сейчас поставлю две точечки. Выдавливаю небольшую капельку краски. Если вы работаете обычной краской, можно ставить точечки либо спичкой, либо зубочисткой. Но предварительно лучше потренируйтесь на каком-нибудь небольшом кусочке ткани. И краской порисую глаза. К себе разверну. Удобнее будет. Добиваю, чтобы они были одного размера. Теперь нужно краске дать время подсохнуть. Она сохнет примерно минут 20. И когда глазки высохнут, то овечка уже у нас будет полностью готова. Ну вот наша овечка готова практически. Ей осталось только нарумянить щечки. Чтобы она была прям вся в стиле Тильда. Щечки румяним сухими румянами. И с помощью ватной палочки. Наносим. И растушевываем. Сторон. Румяна могут быть любыми. Только не масляные. А то от масляных останутся жирные пятна. Вот и все. Символ 2015 года у нас готов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok